Что такое сено? Для непосвященного человека это просто скошенная и высушенная трава. Для специалиста это ценный питательный корм для животных. Но чтобы этот корм был действительно питательным, его нужно скосить точно в срок. Ну вот допустим, захотели вы съесть огурец. Одно дело крепкий, зелененький огурчик прямо с грядочки. Совсем другое, желтый, перезрелый огурец, больше напоминающий торпеду. Такой и есть ты не будешь. Вот так и сено. Если его не вовремя скосить, то пользы от него никакой. Корова его и есть-то не будет, а значит и молока меньше даст. А это одни убытки. Затраты на заготовку сена все равно сделали, а молока на продажу не получили. Вот почему важно заготовить сено строго в определенные сроки. Ученые доказали, что максимальное количество питательных веществ травы накапливают в себе в стадии бутонизации. Как только бутончик раскрылся, появился цветок, сразу начинается отток питательных веществ из растений. Все, корм уже не тот. Травы к сенокосу были готовы уже в первых числах июня. Обилие влаги и тепло во второй половине мая дали им активный толчок к росту. Но как только пришла пора сенокоса, пошли дожди. Вот это вот самая масса, самая большая на сегодняшний момент, которую мы объехали. То есть это гектар сорок, в принципе. Ну, начинать надо, когда погода просматривается, что у нас нормально было. Ну, мы сейчас объезжаем и смотрим, где можно выехать в поле и начать работу. Потому что площадь приличная у нас многолетних трав и предстоит заготовить. Много, в частности, вот по семьянам со следующего года они отказываются от козьбы и переходят на круглогодичное кормление. Да, на дворах, поэтому нам необходимо заготовить как можно больше кормов, как полуторагодовый запас, чтобы у нас был. А для этого, конечно, и посмотреть, чтобы в оптимальные сроки на козьбу выехать, максимально убрать. И в то же время, чтобы мы могли убрать второй, по возможности, третий укос. То есть вот... Ну, сегодня трава подошла, погода пока. Ну, что толку, с козь сейчас ничего не высохнет? А так, понимаете, погода... Не, ну, она погода, во-первых, она и задерживает пока у нас травостой. Как бы он еще не готов. Ну, само по себе пока еще на данный момент не готов. Но в ближайшее время, то есть мы... И поэтому сейчас вот смотрим, объезжаем, когда может это произойти, как что-чего. Погода, будь она неладна. Второй год треплет нервы селькозпроизводителям. В прошлом году весь июнь дожди лили, не давая выйти в поле. И вот опять. С утра вроде бы солнце ярко светит. Ну, слава тебе, Господи, сегодня будем работать. Едем косить. К обеду одна точка, вторая, а к вечеру... И неплохо дождь. Очень нужен бы сегодня промочить почву для урожая. А вот для сенокоса он, конечно, сейчас уже вредит. Он и не мочит, и в то же время налетит. И, как бывало говорили, дождик льет не когда его просят, а когда укосят. И вот сегодня этот год так получился, что пораньше бы дождик-то очень надо было по весне, а ее не было. Вот поехали косить, и дождик начался. Но все равно будем выбирать тактику. Сейчас вот уже решили не валить волки, не косить, а напрямую. Вот сейчас как раз перевешивается у нас ягуар. Вешивают эту самую травяную жадку. И сейчас пойдем напрямую. Потому что стоячая трава побыстрее просыхает, чем ее свалишь от дождя. О сенокосе сейчас и речь не идет. Скошенная трава не высохнет, а сгниет при такой погоде. Сейчас вместо сена травы пускают на сенаж. Но сенаж тоже нужно подвялить. То есть скосили, подождали денек, и потом уже подбирают, измельчают и в консервы превращают. То есть закладывают на хранение до зимы. Но даже подвялить траву сегодня далеко не всегда получается. За день по несколько раз дождь налетает. Потому сенаж сегодня больше похож на силос, который консервируют влажным, но при этом он менее питательный. Сегодня есть уже и консерванты для повышенной влажности, которые сохраняют все питательные вещества. Мы сегодня их используем. Главное, чтобы с поля взять массу. Когда самый пик, вот на этом пике созревание трав и бобовых особенно. Конечно, можно купить дорогие консерванты, а можно вообще корову плюшками, вареньем кормить. Она не откажется. Только все эти затраты ложатся на себестоимость молока. А его закупочную цену диктуют не крестьяне, а молокозаводы. Самая главная задача у нас как бы сэкономить и удешевить себестоимость главного продукта нашего молока. Вот и корматы мы же готовим для животноводства. Поэтому хотелось бы значительно сократить затраты. А вот видите, с погодой получается, что мы не сокращаем, а наоборот их увеличим. Тем более сегодня, особенно по горючим смазочным материалам, это просто, я не знаю, это что-то невероятное. То ли у нас некому управлять этим процессом, то ли это делается целенаправленно, специально крестьян добить совсем. В начале апреля бензовоз солярки мы привозили стоил 167-170 тысяч. Сейчас 250. Это же такой же бензовоз. Там, ну, 4 900, 5 кубов. Ну, это получается на 30%. На 30%. На 50? Ну, не 50, а где-то на процентов, да, на 30, на 40 поднялась цена. Ну, а как дальше? А наши продукции? Не на шаг. И впервые, впервые вот за мою работу в сельском хозяйстве, чтобы молоко, вот особенно за эти годы перестройки, которая произошла, чтобы в ноябре, в декабре цена на молоко упала, это просто невероятно. Ну, если вспомнить прошлый сельскохозяйственный год, то еще больший обвал по ценам произошел на зерно. Почти в два раза цены рухнули. По зерну нижегородские крестьяне вообще сработали себе в убыток. В 2016 году цена была где-то порядка хотя бы около 8 рублей. Мы так и рассчитывали, что она ниже-то не будет. Но в России предугадать это все, что будет так, как было в прошлый раз, это невозможно. И обвал произошел, и что? Ну, что такое? Мы, конечно, остались в убытках. Впервые за эти годы пшеницу, вернее, зерно продавали, ну, практически себе в убыток. Это же так не должно быть. У кого есть молочные стадо, те зерно на корм коровам пустили. И хотя бы через молоко повысили его стоимость. А у кого животноводства нет, те в полном убытке после прошлого рекордного урожая. Кто придержал осенью зерно, ну что, ну сейчас вот 6 рублей ячмени, 7 рублей там пшеницу. Ну, это тоже невеликий. Ну, по нулям хотя бы выходит, не с убытком. А уж 4 рубля, это вообще, это издевательство полное над крестьянами, так нельзя вести. Ну, и вот зерно все поняли, что и в этом году многие, я знаю, многие не стали сеять зерно. Потому что, ну, что толку сеять, дешевле было по прошлому году купить. Затраты такие. Вот. Но у нас животноводство, поэтому у нас основная эта цель – корма заготовить для нашего животноводства. Потому что у нас 80% всей выручки от животноводства. Но вернемся к сенокосу. Ну, вернее, к заготовке кормов. Поскольку осенней речь пока вообще не идет. Есть еще одна причина, почему на сенокос нужно выходить пораньше. Травы на одном поле в течение лета косят не один раз, а два, а бывает даже и три. Чем быстрее скосили в первый раз, тем быстрее трава повторно вырастет. И можно начинать так называемый второй укос. И вот этот самый второй укос нужно успеть закончить до середины июля. Поскольку в конце июля начинается уборка хлебов. А на сенокосе и на уборочной работают одни и те же люди. Не секрет, что у нас работают они на нескольких техник. Эти же люди. Они отсеялись, потом на селоз пошли, потом на комбайны пошли. То есть вот. Да, да, да. Людей освободить на одной работе. Да, почему и вот этот промежуток времени, вроде недели, а он играет очень большую роль. А Николай Александрович, 219 это не миллион, правильно? Ну понятно. Вот и все. Сейчас сразу надо фильтровать, масло сразу. Вот, масло, все равно, и так, и так. Это расходится, но это не миллион. Ну не миллион, четыреста, как тех типов загнал. Это середина. В хозяйстве очередная проблема. Сломался трактор. Трактор хороший, дорогой, импортный. Только перед посевной миллион за ремонт отдали. А во время посевной он опять изогнулся. Теперь сервисная служба миллион четыреста тысяч за ремонт запросила. Ломай голову, крестьянин, где деньги взять. Сейчас туда-сюда деньги. Опять мало то, что... Понятно, что делать надо. У нас он сколько-то простоял, сделали. Уборками сядем. Понятно, что они все на счету. И под уборку готовить надо все. Ну просто как-то постепенно, что ли, ее сделать. Плохо-плохо поставить, насколько хватит. Ну да. Вот это разговор. Да, да. Николай, сколько хватит. Потом миллион. Ну где? Станет, встанет, пускай встанет. Ну вот. Зимой, видать, будет. Спасить-то нам хватит и все. Ну и все, вот и все. Вот это разговор. Ну думайте, думайте, о чем мы речи. А именно, значит, полтора миллиона, как они запросили. Двести, двадцать тысяч посылок стоит. А так мы тоже, это может проще где-то новый движок заказывать какой-то со временем. В общем, решили отремонтировать не капитально, а по минимуму. Не на миллион четыреста, а на двести двадцать тысяч рублей. И уж если сломается, поставить к забору и на время забыть. И такая ситуация сегодня во многих хозяйствах. Крупная сельскохозяйственная техника сегодня стала продаваться плохо. И дилеры, чтобы не потерять свою прибыль, подняли цены на запчасти и на свои услуги. Ну это просто разами в голове не укладывается, до какой цены беспредел. Просто настоящий беспредел. И здесь никто никакого контроля, никто никакого не считает. Поэтому сегодня вот, я один только приведу пример и не буду называть фирму. Но у нас, мы купили хороший пресс-подборщик. Но ему уже восемь лет, семь, наверное, семь, да, в этом году восемь. Он, конечно, поизносился здорово. И мы обратились за ремонтом его, значит, там поменять валы, подшипники. Там уже и звездочки поизносились. Вот, в одну фирму нам цифру назвали 700 тысяч. 700 тысяч. Это почти его стоимость, когда он стоил 8 лет назад. Да, его стоимость. Ну и мы тут обратились в другую организацию, в другую фирму, значит, которые, ну, сделали нам этот полный капитальный ремонт за 170 тысяч. Ну, разница, ну, это, ну, просто, ну, поэтому этим процессом все-таки надо кому-то управлять, контролировать. Ну, нельзя же, ну, нельзя же на беде крестьянина кому-то наживаться. Ну, это, я считаю, это не по-государственному и неправильно, совершенно неправильно. Вот так живут сегодня нижегородские крестьяне. Возмущаются, но работают, давая пищу нам всем. Пищу как для живота, так и для размышлений.